Всех приветствуем! Мы сегодня на прямом эфире. Сегодня у нас тема такая, копирайтинга. Сегодня я пригласил замечательного специалиста, эксперта. Сегодня у нас в гостях Сергей Король. Мы решили проводить такие мероприятия. Кратко, да, наверное, для тех, кто меня знают, уже понимая, да, что я занимаюсь дизайном. И для тех, кто не знает, представлюсь. Меня зовут Станислав Орехов. Занимаюсь дизайном и иногда, в том числе, пишу материалы. Это один из родов деятельности, которые у меня побочны. Но, тем не менее, мне очень интересно. Вот книга есть, в которой Сергей мне тоже помогал писать. Мы вместе с ними участвовали. Телеграм-канал помогал создавать. В общем, с Сергеем мы знакомы очень давно, и я пригласил его как эксперта сегодня поговорить о копирайтинге. И вообще о профессии этой. И обычно Сергей мне задавал вопросы, да, а теперь я поздаю Сергея. И, возможно, о профессии мы узнаем что-то новенькое, что-то интересное. Мы попросим его прокомментировать некоторые моменты. Давайте я представлю. Значит, Сергей, давай, что я сначала о тебе знаю, а потом ты, наверное, сам расскажешь. Давай. Да, Сергей практикующий копирайтер. У него есть, ну, собственно, заказы. Он может делать, писать карточки продуктов, в том числе, которые мы разрабатывали для некоторых тоже наших участников наших курсов. Он записывает материалы и помогает им в описании смыслов. Также пишет, помогает писать книги, формулирует мысли. Вот я не знаю, кстати, продающие посты или какие-то сценарии пишешь или нет. Сейчас мы об этом поговорим. Также Сергей есть свой курс. Он где-то ведет в одной из обучающих школ. Я тоже это знаю. Вот. Я сегодня хочу, знаешь, о чем с тобой поговорить? Я хочу поговорить с тобой о теме копирайтинг как профессии. Потому что вот у меня одна из тем, это как может творческий человек, ну, творческий я отношу в любую профессию, вот от сидишь за компьютером и своим умом, своей головой зарабатываешь. Это может быть и дизайнер, это может быть и копирайтер, это может быть актолог. Как он может зарабатывать? Вот я хочу поговорить с тобой, какие могут быть услуги, да, вот в нашей теме. Что делать стоит, что делать не стоит, может быть, да. И, значит, какие там, не знаю, советы, рекомендации. Вот, наверное, так. Давай сначала немножко, может быть, я просто не знаю что-то про тебя. Расскажи буквально кратко себе, да, нашим слушателям, зрителям, чтобы у нас было понимание. Окей. Ну, собственно, я работаю копирайтером 16 лет, 15. Несмотря на то, что по образованию я инженер-математик, я родился и вырос в небольшом провинциальном городе, называется Череповец. Вот. И я закончил аспирантуру. Аспирантуру, вот. И как так получилось, что ни дня по специальности не работал. Но на последних курсах института меня друзья позвали, попросили помочь с написанием текстов. Тогда только-только начинался копирайтинг. Не было еще ничего, ни Инстаграма не было, в котором мы сейчас сидим, ни соцсетей толком нормальных. Были какие-то формы мутные, были биржи, начиная только биржи копирайтинга. Вот, я начал там немножко работать. Кстати, я помню свой первый заказ. Это была викторина на 3000 вопросов об истории Казахстана. Ну что-то так. Я вру, не 3000, но очень много. И заплатили мне за нее, по-моему, 4000 рублей. Вот. Я потихонечку работал на бирже, после строился в разные компании штатным копирайтером, в издательстве «Манованов и Фербер», я там работал книжным скаутом. Постепенно, постепенно, постепенно стал набирать заказы, работать с разными компаниями. И сейчас, наверное, если вот мы сейчас все вместе придумаем, не знаю, вспомним 20 крупных компаний российских, там вот начиная от Сбербанка, Яндекса, заканчивая, я не знаю, студией Станислава Орехова, то, наверное, с 18-17 из них я успел по жизни поработать и работать до сих пор. Так ты меня излично сравнил с Сбербанком и Круппинком? Ну, ты к этому стремишься, очевидно. Ты, наверное, да. Вот. Собственно, как-то так. Я делаю почти все, что связано с текстом. Что-то я умею получше, что-то плохо. Вот, например, продающий текст. Я как-то не бился, не пытался меня научить объяснить, что это такое, как это работает. Я, видимо, не очень хорошо понимаю. Поэтому я стараюсь такую работу поменьше брать, постараюсь такими заниматься. Вот. У меня хорошо удаются какие-то большие сложные штуки, в которых нужно придумать что-то необычное. Например, какие-нибудь игры или боты какие-нибудь сложные. Или, например, не знаю, когда есть куча компаний, которые делают маленькие описания, все в разнобой. Нужно придумать, как научить их сделать одинаковые описания. Какие-то такие штуки у меня неплохо получаются. Вот на них я и зарабатываю. Слушай, а как тебе ставят задачу? Если мы говорим о работе и заработке, то есть у тебя либо есть продающие какие-то материалы, ты пишешь. Ты можешь продавать либо свой продукт какой-то, сформированный, и ты пишешь для себя. Ну, например, дизайнер пишет для себя. Ну, например, такая стандартная тема. Показывая клиентам, какой он эксперт. Вот это одна как бы тема. А у тебя получается тема, что тебе формулируют задачу некую. Ребята, которые сами уже поняли, как им продавать, и ты выполняешь ему уже эту задачу. То есть ты как бы в продажу не идешь, ты идешь именно в оформление. Верно, да. Вообще, в целом, задачи делю, стараясь на две категории. Я их про себя называю конвейерные и бутиковые. Конвейерная задача – это то, что я прям сто раз делаю, я легко это сделаю. Например, не знаю, письмо напишу, какую-нибудь служебную рассылку или что-то такое. Или какой-нибудь несложный лендинг напишу. Да, это вот конвейерная задача. Я могу сразу сказать, она стоит столько-то, я хочу таких денег. И все, давай приступаем к работе. Минимум соприкосновения, там никаких созвонов, ничего не нужно. А есть бутиковые задачи, какие-то суперсложные, непонятные. Когда даже сам заказчик такой сидит и думает, блин, хрезно, как это сделать. Например, ко мне недавно пришли два брата, которые сели в Тойоту старую и проехали всю Россию. От Москвы до Владивостока. И они написали книгу об этом. И как эту книгу подать, оформить, чтобы она не выглядела скучной. Человек там под Иркутском не уснул. И мы все сидим такие и думаем, непонятно как. Вот это бутиковая задача. Ее нужно думать, обсуждать заказчикам. Там как-то пытаться обрифоваться друг друга. Вот, как-то так. А тебе какие больше нравятся делать? Потоковые? Потоковые, они денежные, надо признать. Это просто быстро. Ну, например, там, не знаю, лендинг какой-нибудь напишу за 10 тысяч рублей. Я сделаю это за день. Ну вот, если бы я мог, например, делать три лендинга в день, то я бы, наверное, был бы доволен. Ну, это было прекрасной работой. Вот. Но нужно понимать, что конвейерные задачи, они никак не развивают. И в целом, кажется, даже деградируют. Ты кругозор сужается. Ты делаешь все одно и то же всегда. Нет вот этого выхода с зоны комфорта. Поэтому я берусь за бутиковые тоже. Мне понравилась вот эта вот аналогия, да, и терминология твоя тоже интересна. У нас такая тема тоже есть, что ты либо делаешь конвейер на каких-то стандартных, ну, в дизайне, да, например, услугах, и делаешь там одни и те же проекты, ну, просто как конвейеру. И когда-нибудь к тебе приходит условный Сбербанк, да, или какой-то VIP-клиент, да, с которым тебе вроде как, ну, для денег, может быть, это не получится заработать, потому что ты новую задачу делаешь, но интересно. И давай так, в каком соотношении? То есть ты нашел для себя какую-то идеальную тему, либо у тебя как идет? Ты вообще что-то планируешь? Не знаю, ты как больше относишься к этому делу? Как бизнес или как творческий человек? Как у тебя идет? Мне кажется, что копирайтинг – это не творческое дело, это ремесленная совершенно работа. Она, наверное, не сильно отличается по творческости от, например, создания визуализации, как мне кажется, что я понимаю в дизайне, что у тебя есть. То есть ты просто должен механически, красиво, нормально, понятно сделать. То есть типа Яни Заха Хадид, которая на салфетке рисует крылья, из этого вырастает особняк Потанина на миллион долларов, миллиард, наверное, не знаю. Я такой как бы уборщик. Я хожу, книжечки расставляю по полочкам, по цветам, чтобы все, пыль вытираю. Короче, как-то так. А еще, кстати, по поводу Сбербанка. Сбербанк на самом деле такая штука интересная. Он не придет просто так, если ты сидишь и конвертные задачи пилишь, таких людей там, а их не видно. И чтобы это произошло, нужно качать личный бренд, и они приходят к людям, которых знают. И поэтому, короче говоря, они приходят, я не знаю, я вот немножко известен в интернете, у меня есть популярный блог, довольно там относительно известные соцсети. И кто-то там внутри компании читает меня, и когда им нужно найти копирайтера, он говорит, слушайте, я знаю одного парня, давайте ему напишем, и спросим, вдруг он свободен. Вот, и тогда они приходят, такие пироги. То есть, если я твою мысль понял, да, как один из рецептов схватить интересного клиента, поучаствовать в интересных проектах, это делать какие-то там проекты для себя, ну, либо просто вот то, что тебе нравится, да, либо для каких-то клиентов неденежных. И создавать некое сообщество комьюнити, да, и тебя потом порекомендует кто-то кому-то, как ты приемникаешься. Сто процентов, действительно, так и есть. Мне кажется, что вот сейчас мой личный бренд кормит меня на сто процентов. Я уже давно не ищу работу, и я значительно больше, чем я могу сделать. И это все благодаря тому, что я когда-то начал писать просто в интернете разные штуки. Хорошо, давай, смотри, нас смотрят и слушают, я думаю, много начинающих ребят в плане там копирайтинга. Вот у них есть, я очень часто с таким сталкиваюсь, есть некий продукт, есть некое понимание того, что ты делаешь, но непонятно, как подступиться к тому, чтобы донести смысл клиентов. Давай с тобой поговорим про смысл, потому что ты говоришь, копирайтинг – это техническая работа, как визуализация. Но чтобы сделать визуализацию, должен кто-то придумать идею, ну, какую-то, иначе тебе не будет непонятно. Вот где грань, да, где ты берешь на себя эту идею, и что у тебя, как бы, от заказчика идет. Также и возвращаясь к вопросу молодых ребят, да, то есть условно, что им надо делать, учиться самому писать, да, либо все-таки находить себе помощников-копирайтеров, но которые полностью задачу возьмут, либо будут частично оформлять, а смысл все-таки с них. Как ты считаешь, какой подход наиболее правильный? Мне кажется, что копирайтинг несложная дисциплина, ему можно довольно быстро научиться самому. А как дизайна в целом, мне кажется, что можно там системно обучаясь, можно за год, наверное, все основные инструменты освоить, понять, как это устроено, и можно уже работать, я думаю. Сейчас тебе набегут и скажут, что это же творчество, это вот надо родиться и чувствовать, а научить невозможно. Еще обезьяну, скажите, научите дизайн делать. Ну, слушай, мне кажется, ты обезьяну научишь. Ты, правда, меня продажам не смог обучить в свое время, но, возможно, дизайну... А ты и не учился. Не надо тут это самое. Ты и не хотел. Это правда, да. Вот. Слушайте, мне кажется, что там за... Я не знаю, Стас, можно дизайну за год научиться, скажи. Ну, киперайтингу можно за 2-3 месяца, мне кажется, научиться, и это будет уровень человека, который хочет с вас там несколько тысяч рублей за несложный текст. Вы можете сами делать. Единственное, что тут, наверное, вопрос всегда, как вот если у твоего заказчика есть там, не знаю, у него есть какое-нибудь имущество, недвижимость там на 50 миллионов рублей, еще 50 он вложит в ремонт и дизайн, наверняка ему самому идти учиться, всем этим заниматься, неохота время тратить. Если вопрос стоит об экономии времени, фокусирование на том, что правда интересно, конечно, тогда лучше взять нанять человека, пускай он пишет текст. Вот. Слушай, но у меня-то мысль какая в этом плане. Вот ты сам только что ее подтвердил, что ты делаешь проект, тебя видят, то у тебя сама работа связана с распространением информации, то есть ты этим зарабатываешь. И то, что ты занимаешься этим для себя, то это подтверждение, что там сапожник с сапогами получается. Так как мы понимаем, что один из составляющих повышения цены и вообще в целом того, чтобы быть на виду, это информация о себе, то, соответственно, в любом случае, каждый, кто ведет Instagram, Telegram, какую-то информацию о себе распространяет, он в любом случае ее делает. И, знаешь, это как и с рекламой, то есть до какой-то предела тебе надо самому делать, а дальше ты уже агентство нанимаешь, ну, когда вырос. Вот. Я считаю, поправь меня тоже, что вот, не знаю, базовый какой-то уровень, условно, то, что вот нас в школе учат, да, там не же шипишь из буквы И, да, и какие-то вещи, а вот такие базовые вещи, как донести мысль какую-то, да, без каких-то сложных конструкций, мне кажется, должен знать, ну, как бы каждый и уметь. Сто процентов. Где-то не сложно, это не Rocket Science, как говорится. Может быть, какие-то, не знаю, вот, не знаю, рекомендации, совет, с чего начать, вот, если я еще не знаю, да, как вот мне попытаться или какие ошибки у меня могут быть, не знаю, какие-то три простых шага. Человека, который хорошо делает свою работу, неважно, кто это будет, там, дизайнер, маркетолог или еще кто-то, как ему рассказывать о себе, ну, о себе, о своих работах. Смотря за тем, как люди рассказывают о себе, часто люди одну и ту же ошибку допускают, они говорят, как бы ты сформулировать, нормально, видишь, вот я даже сформулировать мысли не могу, хорошо, еще копирайтер. Они пишут о себе, словно для себя, а нужно писать о себе, будучи полезным и интересным это очень абстрактно звучит, но я сейчас попробую какой-нибудь пример привести. У человека, например, пишет, к примеру, я закончил курс Стаса Орехова, я дизайнер, у меня есть диплом курсов Стаса Орехова. Ну, это звучит вроде норм для мамы, наверное, круто, но вот с точки зрения клиента, ну, непонятно, что ты умеешь делать, какие задачи. Поэтому я бы такому человеку сказал, например, я бы предложил написать так, я закончил школу дизайна Стаса Орехова, научился дизайну, теперь я могу делать весь проект под ключ, малого-среднего уровня, я понимаю в визуализациях, ну, как бы пытался бы приземлиться с точки зрения клиента, быть понятным, чем вот тот сертификат, который я получил, что это вообще означает с точки зрения работы. Вот, это немножко, может, сложно звучит, я понимаю, но, короче говоря, когда пишете, рассказывайте о себе, думайте с точки зрения читателя, как он это прочитает, что важного, чем это может быть полезно для него, какие его проблемы этот текст может решить, ну, или ваша работа, соответственно, вот. А есть у тебя, вот мы недавно беседовали с Вадимом Васильевым, мы беседовали про личный бренд, ну, как, персональный бренд, там, человека и компании, вот, с точки зрения, ну, как бы, позиционирования, написания текстов и вообще текстов, да, как бы имеет смысл делить, вот, как я, как с другом разговариваю, там, как специалист, либо как компания, либо какие-то еще вот рекомендации по стилю, наверное, написания от компании и от человека? Я бы, наверное, сначала вот с чего начал, я думаю, что есть два типа личных брендов, я так про себя их выделяю, одного я называю профессионал, а второго клевый парень. Профессионал – это человек, который пишет вовне о своей профессии, о работе, например, вот если дизайнер интерьеров, он пишет про дизайн, про стили, про визуализации, про материалы, про еще что-то. Это такой подход к личному бренду. Есть другой подход, как, например, я его практикую, я вообще не пишу о работе ничего, я пишу о путешествиях, о еде, о книжках, о фильмах, о каких-то культурных вещах вокруг меня, и тем самым создается образ какого-то цельного, богатого, разным опытом человека. Настолько богатого, что он может о работе не говорить. Да, ну то есть как бы как дизайнер интерьера он бы писал про выставки, музеи, про поездки, про виллу в Италии, которую он снял на выходные, про картины, про все что угодно. Мне почему-то кажется, что второй тип, вот этот тип клевого парня, он более перспективен с точки зрения личного бренда, как мне кажется. Потому что, когда идет личный бренд с точки зрения профессионала, это привлекает других, таких же, как он, среди которых, ну, немного клиентов. Ну вот, не знаю, если взять какого-нибудь известного редактора, который ведет канал о редактуре, о копирайтинге, его читают другие копирайтеры, заказчиков там немного, как мне кажется. Кроме того, любая сфера, в том числе дизайн, копирайтинг, какая угодно, она довольно ограниченная, нельзя про нее писать интересно, нового, на протяжении, там, 10 лет, 20-30 лет, я так считаю. И вот, если я читаю там каких-то своих коллег, которые ведут профессиональные каналы о копирайтинге, я вижу, что вот эти темы начинают зацикливаться, они начинают одно и то же, уже в третий, в четвертый раз протирать. И это какой-то кризис, как мне кажется. А про картины, выставки, винишка, про плакаты можно писать сколько угодно. Это никогда не закончится. Вот. Так что, вот, у меня такая мысль есть. Что думаешь? Я думаю, очень круто эта идея, действительно. И когда ты еще пишешь об одном и том же, в плане дизайна или еще чего-то, то у тебя получается, что ты, по сути, конкурируешь с огромным количеством еще тысячи таких же, которые друг у друга как будто переписывают статьи из интернета взятые. то есть, что ты скажешь там новое, как делать планировку, ну, оно уже все написано. Было до тебя за там 200 или 300 лет уже назад. Еще в древнем. Вот. Поэтому, отлично, да. Вот, совет на самом деле очень мне понравился. И здорово, что ты тоже заострил на это внимание, мы не сговаривались. Я потому что тоже всегда, ну, как бы, я это вижу на самом деле по себе, да, когда ты рассказываешь другие какие-то темы, человек же что видит? Он видит, ну, за счет того, что ты рассказываешь, там, не знаю, о вине, о каких-то выставках и всем остальном, он видит, ну, тебя, твое проявление. И многие люди действительно покупают, ну, условно, внимание, да, именно потому, что ты интересен. Слушай, здорово, но, я так понимаю, как бы, к этому нужно прийти, то есть, как это, как научиться видеть интересное в обыденных вещах, потому что, вот я сталкиваюсь с таким, что, как бы, люди не могут сформулировать, то есть, им кажется, что, ну, это же обычно, это вообще не проработан, зачем мне про это писать, кому это может быть интересно, там, кроме моей, там, мамы, папы и родных, вот, как найти интерес в обычных вещах, я почитал, посмотрел, то, что ты делаешь, у тебя интересно, действительно, статьи, публикации, то есть, ты как будто смотришь на мир такими, как бы, ну, под своим каким-то углом обзора, который виден, как это в себе воспитать, это тоже навык, или это талант, или как это? Слушай, я, честно, не знаю, просто пишу о том, что правда интересно, вот я увлекаюсь пленочной фотографией, я про это пишу, ну, мне просто, не знаю, мне кажется, у каждого человека в жизни есть какие-то интересы, хобби, там, все путешествуем, все читаем книжки, я когда-то сам был такой, есть такой, называется, Тижорно, такой журнал о молодежной культуре, о мемах, о прочем, и у них был главный редактор, его звали Владимир Ильстратов, он писал каждую пятницу штуку, такую большую статью обо всем, что за неделю его заинтересовало, удивило, фильмы, книги, игры, все что угодно, и это для меня было просто лакомство, я эти статьи читал, ждал за поем, то есть, казалось бы, ну, человек поиграл в игру, там, компьютер, или книжку почитал, ну, что там в этом читать, а это настолько интересно, что у людей в жизни происходит, еще такая вещь, как мне кажется, мы сейчас все живем в мире, где очень много всего, там, сериалов вот откроешь, там, каждый месяц выходят десятки, сотни, вина, там, тысячи разных бутылок бывает, и очень повышается ценность людей, которые работают такими кураторами, они говорят, слушайте, я за вас все отсмотрел, все, что интересное было, и выбрал лучшее, я, например, такое иногда практикую, я пишу пост, к примеру, 10 лучших советских фильмов, которых вы не видели, подразумевается, что я много посмотрел советского кино, и нашел 10 классных картин, и такие посты получают очень большой отлик аудитории, они говорят, вау, круто, я сэкономил кучу времени, ты мне сэкономил, вот, и я думаю, что можно туда же идти, как бы отбирать за аудиторией что-то, вот, это, возможно, золотая жила такая для вас. Пошли вопросы, да, кстати, мы в прямом эфире, поэтому, если есть вопросы, можно задавать, ты видишь, да, клевый парень, несет полезную пользу, если нужно совмещать и описывать себя как личность, думая о том, что, что можешь прокомментировать, вообще, сколько должно быть в блоге меня, сколько полезностей? Ну, я вот что замечаю, какие-нибудь компании а-ля, там, не знаю, Яндекса или Сбербанка или еще кто угодно, они понимают, что людей, которых они нанимают, у них какой-то есть базовый уровень качества, ну, там, любой редактор может статью написать, я так подразумеваю, любой дизайнер может, в принципе, сделать дизайн интерьера, то есть, как бы это даже не обсуждается, но гораздо важнее для компании, это на то, насколько вы адекватный человек, насколько вы интересны, насколько с вами приятно общаться, я даже в крупных компаниях, даже когда речь идет о больших каких-то там контрактах, там, многолетних, каких-то сложных работах, оценивают адекватность человека, вот образ хорошего парня, это хорошо показывает, когда ко мне приходит заказчик и говорит, слушай, покажи свою портфолио, я говорю, иди в блог, почитай, вот, посмотри, как я пишу, и ты сложишь впечатление обо мне, о том, как я думаю, о том, как я работаю, и это работает, вот, мне кажется, что, когда мы ведем личный бренд с точки зрения клевого парня, подразумевается, что мы профессионалы, ну, каком-то базовом уровне, этого достаточно, а все остальное, вот, наш образ, наша душа, наш стиль, характер, это не менее важно для заказчика. У меня проскочила такая мысль, что, ну, то есть, понятно, почему спрашивается, потому что в редактуре, например, в копирайтинге, ну, как бы сложно понять, то есть, как ты, ну, как мне кажется, ты не можешь до конца оценить, если ты не эксперт, насколько хорошо написано. В дизайне у тебя есть такая тема, как мне нравится или не нравится, хотел бы я тут жить или не хотел. И у нас в продвижении такая есть тема, что мы продвигаемся именно по стилю, ну, то есть, ты делаешь там только в минимализме, допустим, либо только в классике, либо там только с материалами такими-то, вот, и есть люди, которые ищут именно вот это, они ищут по картинке, вот, на тех людей, которые ищут по картинке, им как бы все равно, какой ты парень, им важен продукт, как бы, ну, на них легко таргетингом, допустим, сфокусироваться и так далее. С точки зрения, если ты все для всех делаешь, то тебе очень сложно, как бы понять, ну, вообще, стратегию своего развития и продвижения. И вторая стратегия, это как раз вот стратегия, когда хороший человек, когда ты показываешь, что да, я могу делать, и за счет своих личных свойств, человек тебя выбирает не по твоему портфолио, что ты сделал разное, да, а то, что у тебя качества такие, которые позволяют сделать именно для него. То есть, это другой тип людей, другой тип заказчиков, я думаю, даже. И на самом деле, есть и те, и те, и вот то, что мы говорим сейчас, это стратегия продвижения. То есть, это тоже получается не то, что там или так, или так надо делать, просто надо понимать, плюсы и минусы каждого способа. Поэтому вот на вооружение брать вот эту тему очень хорошо, и да, у тех, короче, у кого много очень разных стилей, либо направления, она точно работает. Да, я согласен, да, звучит разумно, конечно. Так, супер, ну, интересно, да, совет, слушай, смотри, если я, допустим, мы сейчас, у нас сейчас ребята, в том числе в клубе системных дизайнеров, ну, или не только дизайнеров, любых творческих людей, мы вот, собственно, там разминаемся, да, у меня какое было, ну, мнение, да, и задание, то есть я, в принципе, сам так делаю, то есть надо начать хоть что-то делать, хоть что-то писать, ну, кто никогда не писал, то есть либо писать там один блок, любой, да, если ты не знаешь, что писать, пиши сегодня, я не знаю, что писать, на завтра то же самое, и послезавтра, ну, и там снимать сториз, вот, и в какой-то момент, ну, собственно, ты что-то напишешь, то есть первое, это привычка, ну, писать, да, хотя бы, вот, а второе уже идет качество, давай, допустим, ну, вот, человек выработал привычку себе что-то писать, вот, мы переходим на стадию второго, качество, есть у тебя какие-то, не знаю, рекомендации, стратегии, ну, то есть понятно, что можно обо всем писать, но с чего начать, есть ли какой-то контент план, писать о болях клиента, о профессии, все-таки о себе, то есть куда мне ехать, в галерею, читать журналы, делать вырезки, как ты выбираешь именно тему, либо они у тебя в голове, то есть как можно это более-менее систематизировать для начинающих? Вот, хороший момент о том, что сначала нужно расписываться, учиться писать, а потом повышать качество. Что ты об этом думаешь? Я когда, чего? Что ты об этом думаешь? О таком подходе? Я еще, такой промежуточный этап между этими советую, есть такая штука, как насмотренность, когда ты, вот не знаю, уходишь в музей, или там, я когда-то, когда-то еще живя в Череповце, меня друг затащил на концерт джаза, для меня был джаз, это просто какая-то какафония, какие-то люди там бахают, бум-бум-бум-бум, что-то непонятно, я сидел просто, я уснул, я такой думаю, что за хрень, ведь людям нравится, я смотрю на них, люди прямо в какой-то момент все начинают друг хлопать, я думаю, почему это происходит? Там такая же музыка играет, и я стал заставлять себя ходить на концерты, и я еще в Череповце, наверное, отходил на концертов 20 или 30, и в какой-то момент что-то внутри прорезалось, я прям, и я стал тоже сам хлопать, я стал понимать, что они какой-то момент доиграли такую как бы фразу, и вот в этот момент полезно бы их поаплодировать, их поддержать, потому что тебе понравилось, короче, я расслушался, вот, и с текстом похожая ситуация работает, я своим ученикам советую брать мобильный телефон, или просто компьютер, и ходить везде фоткать, объявления, заметки в газетах, какие-то баннеры, посты в соцсетях, я называю это текстовый тиндер, ты фоткаешь, и быстро смотришь, и думаешь, нравится тебе или нет, если тебе нравится, думаешь, а что прикольного, почему тебя зацепило, пытаешься понять, такую как бы оптику надеваешь на глаза, не просто бездумно читаешь, анализируешь, как написано, или какой-то текст бесит, вот бывает, меня бывает, что-то прям бесит, я себе такой говорю, стоп-стоп, давай подумаем, что здесь не так, что плохо, почему он тебя бесит, где тебя укололо, и вот я, когда там за собой заметил, когда я набрал таких вот картинок, ну я не знаю, там пару сотен, вот что-то прям, какой-то вкус прорезается к тексту, ты уже начинаешь смотреть, как здесь написано, здесь, вот, и это, короче, работает, текстовый тиндер, это лайк, вот, а по поводу того, как с качеством работать, у копирайтера, у редактора, у него всегда есть набор форматов, назовем его так, например, там, это статья, пост соцсети, рассылка, лендинг, ну там еще, может быть, там несколько форматов, у каждого из этих форматов есть свои особенности работы, но ты лучше меня знаешь, что, чтобы лендинг написать, прям есть структура хорошего лендинга, нужно писать сначала это, потом это, не забыть, там, закрыть возражения, правильно сформулировать призыв к действию, я в этом плохо понимаю, ты лучше знаешь, и полезно просто взять, выбрать нужные для себя форматы, ну, например, там, статью, хочу научиться писать, там, лендинги, письма, или посты в инстаграме, и посмотреть лучше практики, кто как делает, есть курсы, есть статьи, есть книжки, просто каждый инструмент, как бы, прокачать, научиться им работать, и тогда, вот, вот, вот здесь начнется качество прорываться, прорезаться, вот, и копирайтинг, он как бы не абстрактный, это всегда набор инструментов, вот, можно выбрать нужные для себя. Круто. Знаешь, с чем тут можно столкнуться? С отсутствием, ну, либо, пока ты, в общем, поймешь эту структуру, пройдет много времени, ну, вот, как ты говоришь, я сходил на 20 концертов, условно, если бы тебе сказали, что, на что обращать внимание, что смотреть, то, может быть, на третьем концерте, ты бы понял, ну, собственно, что вот оно, ну, то есть, тебе долго бы не пришлось уйти, есть ли какая-то такая структура, на что обращать внимание, то есть, насмотренность это прикольно и классно, но, есть ли какой-то стержень, который может помочь тебе определить? Пока, из того, что ты сказал, я выявил, вот, в этом тиндере, да, текстовом, два, две составляющие, задавай себе вопрос, ну, типа, какие, какую эмоцию тебя вызывает, и почему, то есть, пытаться догадаться, может быть, что-то еще есть, то есть, как бы, как оценивать то, что ты видишь, и по структуре, по какой-то распределять? Слушай, сложный вопрос, я сейчас пытаюсь, не хочу просто придумать сейчас какую-то систему, у меня такого нету, я бы, вот, из того, что ты говорил, в целом, действительно, можно попросить кого-то научить себя, это возможно, можно сходить на курсы, курсов много разных, там, от элитных, дорогих, от специализированных текстовых курсов, до общих, ну, там, бесплатные даже есть курсы, можно пойти и попробовать научиться там, это, это возможно. Теоретически, можно прийти к какому-нибудь копирайтеру и попроситься в стажера к нему. У меня был опыт того, что ко мне пришел руководитель игровой студии и попросил научить его писать. Я сразу скажу, что мало что из этого получилось, как мне кажется, потому что он скорее хотел не писать научиться, а просто такую терапию какую-то получить, что просто по душам поговорить с интересным ему парнем. Вот, но подход, в принципе, работает, как мне кажется. Вот. Но еще, наверное, напоследок скажу, что я не верю, что копирайтингу можно научиться просто так. Как вот, не знаю, как можно просто так ради интереса научиться пилотировать параплан. Вот, когда у человека прямо есть потребность, вот он говорит, я, блин, я хороший дизайнер, хочу кейсы писать от своих, у меня классные проекты, они лежат неописанные, я хочу кейсы научиться писать. Как бы мне научиться, вот, когда у человека прямо есть четкая потребность, он прямо без проблем находит и хорошие примеры, и курсы, и наставника себе, и вон два, там, месяц, два, и у него прям идеальные кейсы, лучшие кейсы в отрасли. Вот, короче говоря, как-то так. А каких, там у меня нет, нет набора советов, сорян. Не, ну хорошо, на самом деле, вот между строк тоже очень полезно, прикольно, то есть, не бояться, да, идти делать, если цель есть, задача есть, то оно сработает. Все так. Хорошо, супер. Давай немножко по тебе еще поговорим, да, у тебя получается, какие сейчас направления, то есть, что у тебя сейчас лучше всего работает, ну, как продается, можно так сказать, да, то есть, что у тебя, давай, что деньги приносят, скажем так, что является наиболее перспективным, как ты видишь в своем развитии, в твоем, в дальнейшем. Деньги, тут вот какая штука, я все время меряю по соотношению денег к затраченному времени, то есть, есть работа, которая приносит много денег, когда я трачу мало времени. Это сейчас, это квизы, квесты, какие-то интерактивные опросники, когда человек, например, ему задают вопросы, либо дают решать небольшие задачки, и таким образом категоризируют его, например, понимая, что ему нужно учиться программированию в медицине. Я умею такие штуки собирать, у меня есть инструменты интерактивные для этого, для создания таких штук. Это довольно дорого стоит, но я, у меня получается это быстро делать. А сколько стоит? Это денежно. Сколько стоит? Какой порядок квиз такой создать? Ой, слушай, это может стоить от, там, 30 тысяч рублей выше. Делается это, типа, день. Ну вот это как раз такая экспертность, которая, ну, как раз ты нашел, получается, либо рынок сам подсказал, что такой есть продукт, и поиск этих продуктов, это тоже как бы умение. Интересно, кстати, как ты нашел такие продукты? Слушай, как-то вот, ну, то есть, иногда ко мне приходят запросы, которых я точно никогда не делал. Ну, просто ко мне пришел человек и говорит, слушай, ты когда-нибудь делал интерактивные квизы с ветвлениями? Я такой говорю, слушай, нет, но звучит это как очень возбуждающая задача, давай попробуем просто, посмотрим, если мне не получится, я тебе там деньги отдам обратно, мне просто интересно, как это изнутри устроено. И как-то я раскопал эту тему, научился их делать, сделал их там несколько, много уже штук, наверное, штук, не знаю, 12-15, наверное, я их сделал. Там, и бывают прям очень большие, сложные штуки, там, где только текста, наверное, страниц 100 по заказу какого-нибудь банка, сложнейшие, внутри бот в Телеграме, который проводит тебя через все цепочки работы там в компании, от работника в отделении до там наставника, задавая тебе задачи и давая тебе, возможно, на них ответить, тебя таким образом, витляя, короче, сложная штука, это прям стоит, может стоить там, не знаю, миллион рублей. Вот, и, короче говоря, это, это, одна из вещей, которая у меня получается неплохо, которая меня кормит. Немножко, кормит, в принципе, преподавание, хотя я не считаю себя профессиональным преподавателем, в отличие, например, я, наверное, не тот человек, который хорошо преподает, вот, есть там в нашей отрасли Максим Ильяхов, которого я когда-то на курсах учился, он очень хорошо умеет преподавать, прям, прям методично, а у меня так не получается, я, скорее даже, вот мой образ клевого парня, он пробивается в том числе в обучении, и часто люди приходят ко мне учиться просто за возможность прикоснуться к человеку, который им нравится, которому интернет читает, и, как бы, они на самом деле толком ничему, наверное, не научиваются даже, и это сложный вопрос, мы даже с тобой как-то говорили об этом, непонятно, что об этом думать, вот, но в целом они не ругаются, деньги обратно не просят, и некоторые возвращаются снова даже на тот же самый курс, вот, короче говоря, это вот преподавание тоже приносит неплохие деньги, мне кажется, что, когда копирайтер немножко известен, уже немножко наработал, сам понимает инструменты, можно зарабатывать на преподавании, там, 150 тысяч рублей в месяц, и выше легко, вот, сейчас есть, как мне показалось, очень большой запрос, вообще мир как-то слегка изменился за последние несколько лет, и люди все пошли учиться массово, и это стало таким, одним из видов досуга, раньше люди, не знаю, ТНТ смотрели, сериалы про любовь дурацкие, а сейчас они вкладывают, там, 15-20 тысяч рублей, и идут учиться чему-то, в чему угодно, там, от программирования до экибаны, вот, копирайтинг тоже немножко, вот, устрою попал, приходит очень много случайных людей, которые такие, типа, ну, так, научи меня, давай, я полежу на диване, расскажи мне, короче, бухти, вот, и я тоже не знаю, что по этому поводу думать, вот, у меня из группы, например, 70 человек, там, хорошо прям тянет, ну, 10, из которых половина в Тинькофф журнал статьи пишут, и прям редакторами становятся сразу, после окончания, и некоторых прям в процессе еще даже, еще нанимают, это круто, но остальные 60, они просто сидят, типа, заплатили мне денег, и сидят просто такие, типа, когда сертификат по почте придет, ну, вот, я не знаю, зачем этот раскат, и не спрашивал, но вдруг, вдруг вам интересно, как это устроено, вот, у меня к этому отношение простое, человек пришел сам, я его не обманывал, не затягивал, он, видимо, нашел для себя необходимость, я сделаю с моей стороны все, что я смогу, там, расскажу, помогу, но, к сожалению, я таких людей копирайтерами сделать не смогу, вот. Спрашивают, непонятно, что тут происходит, но очень интересно, мы беседуем с Сергеем Королем, это мы сами не знаем, если честно, мы просто случайно созвонились к кем-то, да, Сергей Король, редактор, копирайтер, который пишет и рассказывает, как он это делает, можно задавать вопросы? Сергей, давай тогда, давай тогда так, следующий вопрос, как, ну, понятно, что тебе нравится дело, да, нестандартные задачи, ну, какие-то интересные, да, что тебя мотивирует, то есть, как ты оцениваешь клиентов, я так понял, что ты в таком состоянии, что ты можешь уже выбирать, с кем работать, с кем не работать, и ты такой, я смотрю, расслабленный, очень такое у тебя, значит, ощущение, мне кажется, жизни, то есть, ты доволен жизнью, ты доволен жизнью? Конечно, по мне видно, мне кажется, я выгляжу как довольный, да, это же ощущение, многие ищут, да, и многие хотят до него дойти, то есть, видно, что оно, когда доходишь, как ты выбираешь, с кем ты будешь работать, с кем не будешь работать, какие у тебя есть темы по этому? Я, во-первых, очень люблю деньги, это, наверное, больше всего на свете, я работаю с теми, кто мне много платит, во-вторых, я, наверное, смотрю на компании, либо людей, у которых я могу чему-то научиться, там, может быть, даже не прямо, но косвенно, вот, пример, почему мы с тобой начали работать, потому что я почувствовал, что ты неординарный человек в своей работе, я до этого немножко сталкивался с дизайнером интерьеров, у меня было впечатление, что это какие-то девочки-самоучки, которые там обои с цветочками подбирают в 3D-максе, но, я заметил, что ты другой человек, мне хотелось прикоснуться к этому, почувствовать, как там внутри, чему-то там научиться, и многому, и с того, в процессе работы с тобой, я косвенно перенял к себе тоже, не зря же говорят, что человек это сумма людей, которых он знал в жизни, вот, так что у меня есть немножко там клевых заказчиков тоже, но при этом я стараюсь меньше работать как бы лично с человеком, обычно предпочитаю компании, почему-то так получается, что когда я работаю прямо с предпринимателем, он, возможно, более требовательный, иногда очень много психологии общения требуется, вот, в компании как-то проще, там вот это все размывается между сотрудниками, там каждому как бы слегка все равно, он просто делает свою работу, и он там не наваливает на тебя, вот, еще я не берусь какие-то темы вроде медицины, в которых я ничего не понимаю совершенно, и боюсь писать, потому что я напишу человек там, не знаю, я напишу книгу про нейрохирургии, потом по этой книге человек, вот, там, не знаю, будет операции делать, Ольга говорит, человек, который не умеет, не любит плитывать, может много зарабатывать, конечно, мой мир больше не будет прежним, вот, приходите ко мне, кстати, учиться, посмотрите, правда это или не так, вот, интересно будет ваше мнение послушать, Стас, я все правильно делаю, да, я правильно, я продаю, да, скажи, что я продаю сейчас, нормально? Давай так, ты не продаешь, но у тебя покупают, это высшая степень мастерства. Ну, вот, видишь, как бывает, вот, на самом деле, Ольга частично права, действительно, очень много там, мутных преподавателей, я не знаю сам такое или нет, надеюсь, что нет, пускай мой студент скажет, особенно те, которым помогло, но я по себе замечаю, вижу, что очень много на рынке людей, потому что ниша большая, там, собрать, не знаю, взять, простите, сто лохов, собрать каждую по 10 тысяч рублей, это же прям дофига, прям, ну, то есть, половину отдашь за продвижение, и 500 тысяч у тебя в кармане, так многие работают, живут, действительно, это бывает, я к себя к ним не отношу, если что. Надо будет нам отдельно по этой теме, тоже, встретиться, поговорить, именно тема преподавания, как она работает, потому что я изнутри все это знаю, и, ну, вот, интерес тоже там, твой опыт, но я думаю, это в следующий раз, следующая тема. Хорошо, супер, давай, может быть, сколько у нас уже, скоро будем завершать, спасибо тебе, во-первых, за интервью, за все остальное, какие, может быть, не знаю, твои цели, какие ты ставишь себе, может, цели там на будущее, на следующий год, как у тебя изменилось, может быть, вот, в связи с обстановкой жизни движуха, да, мы не сказали, Сергей в Германии живет, да, то есть, как у вас там, что происходит, и какие твои заказчики, ну, все-таки, там, из России, из Казахстана, там, русскоязычные, либо на местности что-то делаешь, потому что меня кто-то спрашивал, тебя на всякий случай порекомендовал. Я понял, спасибо, ну, на самом деле, хороший вопрос, действительно, вот этот год скоро закончится, 2020, тяжелый год был для всех нас, мы все сидим дома, у многих болеют, родственники, тот, сам переболел, я про себя могу сказать, что, как ни странно, мой доход вырос, хотя многие говорили о кризисе, о закрытии разных малых бизнесов, меня почему-то не коснулось, в этом году я заработал больше денег, чем за все любые другие года, когда я работал, и там в два раза больше, чем я зарабатывал там 3 года, 4 года назад. Вот. А как это произошло? Что ты делал? Как это произошло? Ты как-то анализировал? Что ты делал? У тебя заказы стали более дорогие, либо просто больше стал брать, либо больше успевать? Почему это случилось? Я стал больше работать, в принципе, но в целом, мне кажется, что мне такое чувство было, что многие люди от невозможности вложить деньги во что-то, они начали тратить их. Ну, к примеру, там есть предприниматель, вот он не может поехать там с женой на Мальдивы, полтора ляма потратить там с детьми, он закажет какой-нибудь новый сайт или книжку решит написать. Ну, вот так бывает. То есть, как бы, вот, куда нужно вложить деньги? Деньги карман жгут. Деньги карман жгут, надо куда-то вложить. Да, да, действительно, вот, короче говоря, они немножко, чуть-чуть не перетекли, перетекло таких денег. Я продолжаю копить небольшую подушку безопасности, чтобы, у меня есть, есть такая штука, называется соббатикл, это когда творческий, часто творческий специалист, он берет какое-то время, уходит на творческий отпуск. Кто сколько, кто на полгода, кто на год, в это время он учится, путешествует, пытается, не работает вообще, пытается как-то, не знаю, встряхнуться, новые смыслы найти, еще что-то сделать. Вот, я хотел бы такой соббатикл себе устроить, сейчас я планирую его, коплю на это деньги, все-таки, там, жить в Берлине дорого и не работать дорого. Вот, и, возможно, я получусь чему-то новому, вот, короче, есть такие планы, поэтому, вот, это то, что в моей жизни изменилось за последний год, я стал активнее думать о соббатикле, больше откладывать денег, вот, а как-то так. Инвестиции какие-то планируешь делать, или пока? Я немножко инвестирую, откладываю, да, но в такие консервативные инструменты, но этого недостаточно, чтобы там, не знаю, через 15 лет уйти и не работать совсем, скорее, это мне будет в старости какая-то прибавка, приятная, приличная к пенсии, ну, скорее, пенсия будет прибавка, наверное, вот к этому пассивному доходу, я бы очень хотел, на самом деле, иметь, не знаю, как вот, не знаю, в 45 лет, как мент, выйти на пенсию, и больше не работать, но не могу себе это позволить, к сожалению, я гедонист, очень много трачу денег на всякие удовольствия, развлечения, хожу в мишеновские рестораны и все такое, поэтому прямо туда утекает куча бабла, это, к сожалению, никак, не могу пока с этим ничего сделать, да не хочу, вот, но, да, хочется, хочется, конечно, иметь пассивную, большую, значительную подушку. Слушай, еще один такой вопрос, он касается, наверное, организации, там, себя, может быть, не знаю, какой-то личной эффективности, потому что многие тоже спрашивают, вот, как вот ты себя организуешь, если работать не хочется, например, да, бывает ли у тебя такое, либо у тебя работа, это работа, а как бы настроение настроением, то есть, как вот творческому человеку поймать, ну, не знаю, как это назвать, вдохновение, да, или настроение, как у тебя это бывает, как ты регулируешь это? У меня, на самом деле, копирайтинг, тот копирайтинг, которым я занимаюсь, он может звучить, из моих уст, интересно, но это такая довольно рутинная работа, просто сидеть писать, я понимаю, как это сделать, нужно прямо написать, вот, поэтому трудно, редко бывают ситуации, когда я там заставляю себя, но в этом году, из-за того, что работы стало много, и возможности, как-то перезагрузиться меньше, я почти не путешествовал никуда, у меня бывали моменты, когда мне трудно было, я такое легкое выгорание чувствовал, прям встаешь с постели утром, думаешь, блин, опять сидеть целый день писать, не хочу, это правда случается, я пока не знаю, как с этим бороться, я просто заставляю себя, но, наверное, это не лучший способ, вот, а в остальном, в целом, я разделяю в свою жизнь работу, я никак многие люди не готов с утра до вечера работать, я знаю, я недавно слушал интервью с Максимом Ильяховым, он там интервью говорит, что писать, придумывать всякие штуки, делать для него, это главное удовольствие в жизни, и поэтому, он как бы не работает, он веселится, радуется с утра до вечера, занимается любимым делом, я прям почувствовал укол такой зависти, ревности, потому что это круто, но я про себя такое сказать не могу, я спокойно в 7 часов вечера могу закрыть крышку ноутбука и пойти пенишка попить, и все, работа закончилась для меня, вот, поэтому, не знаю, что по этому делать, думать, наверное, это не то, чему стоит гордиться, возможно, ну, часто, особенно наш мир говорит, что вы, ваша работа, должны прям слиться в экстазе, вы должны заниматься любимым делом, я пока не могу сказать, что это мое любимое дело, но это не мешает мне делать его хорошо, потому что я люблю деньги, а платят хорошо за работу, которую хорошо делают. На это счастливой ноте, да, спасибо тебе большое. Слушай, интересный подход, он отличается от многих, и здорово, что ты в нем гармоничен, и у тебя, как бы, есть те результаты, которые ты хочешь получить. Спасибо большое. Спасибо, друзья, что послушали, очень приятно было. Если какие-то остались вопросы, пишите, пожалуйста, Стасу, либо мне в личку, я с удовольствием отвечу, если вдруг не ответил. Спасибо всем. Будьте здоровы, носите маски. Спасибо, Сергей. Все, до новых встреч. Пока. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok